Что такое белая и серая зарплата, как формируются пенсии, почему об этом нужно знать уже в школе. В рамках федеральной акции по повышению пенсионной грамотности учащихся, сотрудники Химкинского отделения пенсионного фонда прочитали школьникам короткую лекцию и провели экскурсию по зданию ПФР. Подробности у Надежды Сутягиной. Вы к нам обратились, например, за перерасчетом пенсии, необходимо нажать, высвечивается, и вы уже решаете, встать вам в очередь или записаться на какой-либо другой день и прийти в установленное время. Именно отсюда начинается путь клиента пенсионного фонда. Здесь можно взять талон для предоставления той или иной услуги в режиме электронной очереди. Далее заявитель проходит в клиентскую службу к указанному окну. Все это школьникам важно знать уже сейчас, считают организаторы акции. Вот как раз-таки в этом возрасте и формируется, наверное, правильная база знаний. А для чего? И вот если сейчас ребята будут знать, что же зависит от их правильного отношения к формированию своей будущей пенсии, я думаю, что и всю жизнь они будут, в общем-то, иметь правильный подход. На лекции ребятам рассказали, на что нужно обращать внимание при устройстве на работу. Пояснили, почему же важно выбирать белую зарплату. Ведь именно от нее будет зависеть их комфортная жизнь в пожилом возрасте. Я считаю, что надо выбирать белую зарплату, потому что будущее формируется из белой зарплаты. То есть какая будет зарплата, такая будет и пенсия. Чем больше белая зарплата получается, тем больше твоя пенсия. Поэтому я считаю, что надо выбирать белую зарплату. Кроме того, ребятам подробно объяснили, как именно формируется их пенсия, в чем отличие накопительной от страховой. Нам показали, что такое пенсия, нам показали, как это работает, что это для каждого очень важно, даже если будет это через очень много лет. Такие встречи со школьниками будут проходить регулярно на базе отделения пенсионного фонда до конца декабря. Подобные лекции прочитают всем учащимся округа. Надежда Сутягина, Сергей Гвоздев, Служба новостей. Продолжение следует...